Ну а сейчас я хочу рассказать ещё один очень странный случай, который произошёл со мной и с Аллой, когда мы, выйдя из моего дома, сели в машину, чтобы ехать на дачу. Я села в машину, Алла ходила, отряхивала щётки, смотрела багажник, проверяла шины. Мне раздаётся звонок. Я беру трубку, и незнакомый мужской голос говорит, «Любовь Алексеевна, да, вы прописаны по такому-то адресу?» Я говорю, «Да». «Вы будете привлечены к уголовной ответственности за подделку документа о праве собственности». Я говорю, «Я?» Мне говорят, «Да, да, именно вы». В это время Алла садится в машину, смотрит на меня, у меня, естественно, на лице всё написано. Она говорит, «Что такое?» Я говорю, «Алла, здесь говорят о том, что меня хотят привлечь к уголовной ответственности за подделку документа о праве собственности». Она говорит, «Мама, мама, клади трубку, это мошенники». Единственное, что вот мы с ним пока разговаривали, он назвал мой адрес, адрес прописки. Дальше в разговор вступила Алла, она мне махала руками и сказала, «Клади трубку, клади трубку». Я положила трубку. Но тогда, тогда до меня даже не дошло. Если это мошенники, откуда они могут знать, что у меня был на руках документ о оформлении собственности? Откуда? Единственное, где мы были, это МФЦ накануне. И там сдавали документы. Я послушала дочь, я положила трубку, и тут же опять раздался звонок, и уже трубку взяла Алла. И вот смотрите, что произошло дальше. Какое правонарушение? Какое? Какое правонарушение? На громкую соску. Подделка официального документа, представляющего право создания. Подделка официального документа. Ага, понятно. Какого официального документа? Еще раз. Какого официального документа подделка? В этом случае, это официального документа на право выслуживания в вашем банке самосчитатель. А каким? Это центральная доверенность. Еще раз. Кто выдал доверенность? Ну так и на него тогда пусть заводят правонарушение. О чем тогда речь? Пусть на него и заводят правонарушение. О чем тогда речь? Я-то вам зачем? Ну, вы зачем? Потому что вы должны понимать всю эту проблему. То есть, в любом случае, данного человека, мы не поверили, потому что, в любом случае, как только появились сомнения к своему правонарушению, его документам, так как он запрашивал национальную доверенность. Вы знаете, вас очень плохо слышно. Вы так шипите, ничего не понимаю. Повторите все еще раз с самого начала. Очень плохо слышно. Ага, давайте. Это Буйнов, да, вирусом отделении Сбербанка на художественном просвете. Ага. Он представился вашим племянникам и представил материальную доверенность на право распоряжения вашими банковскими счетами. Так. В свою очередь, он потребовал выдать максимально доступную сумму на руки, поскольку вы находитесь в больнице, в тяжелом состоянии. Вам слышно, нужны деньги набираться. Так. Вы правильно понимаете, что вы не больницы, верно? Что, что, что? Ничего не слышно? У вас так хрипит телефон? вы помните, у вас все хорошо, верно? У вас очень хрипит телефон. Знаете, вас вообще не слышно. Очень плохо слышно. Вы не слышно и хорошо... Сейчас же не слышно. Хорошо, правда? Не очень. Хорошо, давайте так. А, так, лучше слышно? Тоже не очень. У вас сзади такой шум, такой шум, как будто у вас там кол-кол-центр. Ну, абсолютно верно. Есть люди, помимо меня, которые работают, также понимают давление. Помимо меня и вас. Угу, угу. От меня что требуется? Я так и не поняла. Вот и все. Весь вопрос. Сами повесили труп. Послушай, доверенность. Пускай говорит номер моего паспорта. Все, он задолбался, это самое. Объяснять? Вас плохо слышно? В Збербанк поедем? Вот, конечно, господи. Я могу сейчас отзвониться в Збербанк. Отзвонись, пожалуйста. Ну, это мошенники. Однозначно. Сейчас будем звонить в Збербанк. Он задолбался мне объяснять. Он сказал, да? Нет, он просто повесил трубку и все. Причем смотри, раз неизвестный номер, два неизвестный номер. Ага. Он задолбался мне объяснять. А звони в Збербанк. А звони в Збербанк. Можешь? Конечно. Давай. Ой, подожди сейчас. Недавняя клавиша. 900 в Збербанке. Угу. Здравствуйте, Любовь Алексеевна. Здравствуйте. Я ваш голосовой помощник. Хотите ли вы узнать баланс по карте? Соедините, пожалуйста, с оператором. Я поняла, что вам нужен оператор. Уточните, пожалуйста, что вас интересует. Мошенничество. Уточните, вы уже перевели куда-то деньги по просьбе звонивших. Нет. Скажите, да или нет. Нет. Убедимся, что вы никому не сообщили персональные данные. В переписке или разговоре с кем-либо вы упоминали номер карты и срок ее действия. Нет. Или передавали любые пароли из СМС с номера 900. Нет. Да или нет? Нет. Вы все сделали абсолютно верно. Пожалуйста, составьте заявление на нашем сайте, чтобы мы проверили номер, с которого вам звонили, и если нужно, приняли меры. Это займет пару минут. Ссылку я пришлю в СМС. Спасибо за бдительность. Чем еще могу вам помочь? Соедините с оператором. Я поняла, что вам нужен оператор. Уточните, пожалуйста, что вас интересует. Операции с банковскими счетами. Очень хочу вам помочь. Подскажите коротко, что именно нужно сделать. Снимало ли стороннее лицо деньги с моего счета? Соединить с оператором. Соединяю вас со специалистом. Мы записываем разговоры с клиентами, чтобы сделать обслуживание еще лучше. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне только что поступили два звонка от неизвестного абонента с городским номером, начинающимся на 495. И сообщили о том, что звонят из Сбербанка и что по доверенности хотели снять с моего счета большую сумму господин Буйнов. И он сообщил этот господин Буйнов якобы в Сбербанк, что я нахожусь в больнице и ему нужна эта большая сумма. Но никакие номера счетов, карт я не говорила. Только сказала свой домашний адрес, потому что они назвали этот домашний адрес. Я сказала, что да, это мой домашний адрес. Потом человек устал мне все это объяснять и положил трубку. У меня какая-то угроза существует моим счетам. Скажите, вы там, Никита, сообщали ли вас, Алексея, на номер, карты, код безопасности, кодовое слово? Нет, нет, нет. Нет, не сообщала. Нет, по крайней мере, с вашими счетами все в порядке. Это вам с Алексеем направлено, что никакие данные не сообщали. Это не Сбербанк, это мошенники. Здесь ничего никому не говорите. Понятно. Спасибо вам огромное. Всего доброго, будьте здоровы. Спасибо. До свидания. До свидания. Вот так действуют мошенники. Меня немножко потрясывает, потому что я с этим, ребята, сталкнулась. Первый раз. Вот. Мы молодцы. Да. О-о-о-о, и у меня даже голос драйв. Мы замучили мошенника. Ну все, а теперь мы едем на дачу. Алла, у меня все трясется. Ну, а то есть здесь все нормально. Так, мы сейчас на полярку, да, туда? Да. Ой, извините, я вас не выключу. У меня не была включена камера сначала. Когда он позвонил, он назвал мой адрес. И что-то говорил. Я говорю, опять было очень плохо слышно. Я сказала, хорошо, я сейчас подъеду в Сбербанк и все выясню. Он что-то продолжал говорить. Я потом положила трубку и уже Али все сказала. Ну и дальше ситуацию разруливала Алла. Он даже не понял, что по телефону говорила. Не я, хотя у нас голоса абсолютно разные, а Алла. Так что, ребята, будьте бдительны, это мошенники. И действуют они тоже вот так. Конечно, поначалу ощущение такое, знаете, вы пугаетесь, что что-то там может произойти со счетами. Хотя, Алла, вот так вот ради смеха у меня там ничего и нет. Вот ради смеха вот просто. Но что-то я как-то запаниковала. Ну любой бы, наверное, запаниковал, да? Конечно. Любой бы запаниковал, так что... Передала трубку дочери, а дочь замучила, переспрашивала. Да, передала трубку дочери, а дочь задолбала. Слушай, а мы видео так и назовем. Задолбали мошенника, точно. Вот так выглядят два номера. 495-040-19-78 и 495-464-48. 9-2-0 это Сбербанк, куда мы звонили. Номера мошенников, два номера после номера Сбербанк. Так что вот. Вот такие номера телефонов, запомните, могут звонить. Итог. Мы написали заявление в милицию с указанием номеров телефонов. И мы заполнили форму, которую нам предлагал заполнить работник Сбера. Тоже с указанием этих номеров телефона. Ну вот, пусть теперь разбирается.